Всех приветствую. Как уже сказали, я хочу поговорить об улучшении качества программного обеспечения с помощью инструментов анализа кода. Каждый из нас в жизни делал как минимум две вещи. Это писал костыли и копировал код со стак оверфлоу. В целом это действенный подход, мы это всегда делаем, но он может привнести в проект различные ошибки или проблемы, которые если оставлять на месте, то они будут становиться дороже к исправлению. Разумеется, на данной диаграмме пока денежный эквивалент, но можно перевести в человек часы. И чем раньше дефект будет выявлен, тем лучше для нас. Поэтому существуют различные методики обнаружения проблем в исходном коде программ. Например, самое первое — это код-ревью. Когда мы что-то написали, мы коммитим код, открываем pull-request, и он проходит ревью кода. Это, безусловно, отличный подход, но в рамках развития открытых проектов я имею в виду те, которые разрабатываются сообществом, в целом зачастую среднего размера. В них есть некоторая специфика этого, потому что есть достаточно большое количество энтузиастов в средних проектах, но при этом рук на полноценное код-ревью недостаточно. Да и в целом программист — это человек, поэтому он может что-то не заметить. Дальше есть другой вариант — это модульное тестирование. Мы пишем юнитесты, гоняем их, и в целом все неплохо. Но, опять же, если юнитестов в проекте изначально не было, то это большая проблема, потому что добавить их просто потому, что захотелось — это сложно. Вместе с модулем тестированием идет интеграционное тестирование. Если делать только юнитесты, то есть большая вероятность, что работать будут только отдельные компоненты, а вместе они будут работать как на этой картинке. Вроде как ручки открываются, а в окошке нет. Вот. Но это все способы именно тестирования приложений. Давайте поговорим про какие-то автоматические способы анализа. Например, динамический анализ. Он позволяет, как вы, наверное, все знаете, сделать следующее. Он, например, утечки памяти позволяет искать, состояние гонки данных. Ну, все в этом духе. Здесь на слайде представлены некоторые динамические анализаторы. Это Walgreens, различные санитайзеры, ну и Intel Trade Checker. Чуть дальше поговорим про Walgreens. Это инструментальное программное обеспечение, которое имеет в себе различные утилиты. Это MemeCheck, который отвечает за анализ памяти. То есть он занимается поиском гонки, утечки памяти, выхода за границей массива. Ну, все в этом духе. Massive — это утилита, которая позволяет профилировать кучу. То есть она смотрит, на что выделяется память. Hellgrind, который занимается анализом проблем во многопоточных приложениях. Например, поиск гонки данных. И Colgrind — это профилировщик времени. Он смотрит, сколько какие фрагменты кода были активны. Сейчас поподробнее поговорим про эти два. Это MemeCheck и Colgrind. Они, на мой взгляд, самые распространенные и популярные. Скажу о них пару слов. Вот пример кода, который я написал. Здесь выделяется массив элементов. Инициализируется. Затем в функции main он выводится в ICD-out и не освобождается. Я умышленно опустил вызов делита. Если запустить его, скопилировать с флагом J в GCC и запустить под MemeCheck, это, ну, Волгринд без флага tool, то он будет прыгаться на то, что у нас есть учечка памяти, что было выделено 20 блоков, освобождено. В общем-то, не столько, сколько нужно было. Если исправить, то есть добавить необходимый делит, то все будет нормально. Он скажет, что «Эй, чувак, у тебя все хорошо». Вся память, которая была выделена, была освобождена. Вот. Это немного было о MemeCheck. Вот Colgrind. Это профилировщик. Я написал похожий код, только... Ой. Раньше, раньше. Только теперь он еще вводит в поток файл значение массива. Также я его собрал. Это вывод Colgrind. Ну, Волгринд с флагом tool, где указан Colgrind. Особенно нечитабельный. Да и вообще самую интересную информацию он выводит в файлик. Он тоже сложно читабелен, поэтому я воспользовался утилой kcashgrind, которая занимается визуализацией вывода Colgrind. И вот давайте посмотрим поближе на этот фрагмент. Она показывает нам сроки кода, которые у нас есть, сколько они занимали времени на выполнение, и все в этом духе. Например, здесь видно, что у нас вызов fprint, функция, которую я написал для вывода в поток массива, она заняла 91% времени. Вот в этом столбике указано время выполнения каждой строк кода. И вот как раз таки fprint. Ну, мы рассмотрели некоторые методы выявления ошибок, но у них была одна большая проблема. Они были недостаточно автоматизированы. Ну, за исключением юнит-тестов, но их нужно еще писать. Не такая уж себе автоматизация. Вот, поэтому я предлагаю посмотреть на еще один вариант выявления ошибок. Это статический анализ. Он уже автоматизирован и имеет полное покрытие кода. То есть он, если динамический анализ занимается анализом тех фрагментов, которые были запущены, модульное тестирование проверяет только то, для чего есть тесты, то статический анализ имеет полное покрытие кода и смотрит, в принципе, его весь. На слайде представлены следующие статические анализаторы. Здесь есть как бесплатные, так и те, которые имеют бесплатную лицензию для открытых проектов. Дальше в примерах я буду использовать PPS Studio, но в целом они будут общими для всех. Сейчас я покажу некоторые ошибки, которые я нашел в проекте CMake при помощи ранее сказанного анализатора. Вот у нас есть два блока if. Всем видно? Ну, вроде да. У нас есть два блока if, в которых последовательно идут одинаковые проверки. То есть мы имеем переменную atonly и проверяем ее в первом блоке if not only, и в следующем точно такая же проверка. Эти два блока идут друг за другом, поэтому нет никакого смысла проверять второй раз. И разумнее было бы объединить эти блоки и все было бы в порядке. Анализатор на это как раз поругался. Внизу есть вывод ошибки. Это следующий пример. Здесь у нас есть existing c-standard, которое проталкивается как условие для тернарного оператора. Проблема здесь в чем? Анализатор говорит, что эта переменная будет всегда истинной. То есть третья часть тернарного оператора, вот снизу вызов, никогда не будет выполнена. Это мертвый код, недостижимый. Сейчас проверим, так ли это. Чуть выше есть объявление, это переменная, она анициализируется каким-то значением и сразу же проверяется. То есть мы на этом моменте точно знаем, что эта переменная перед ним уже была проверена. Конечно, в строке в блоке if, где мы проверяем эту переменную, есть ей присваивание. То есть есть какая-то вероятность, что эта переменная может все-таки вернуть false. Но нет. Выше у нас почти такой же код, только с другим значением get definition, где мы также проверяем переменную, которую потом присваиваем к existing c-standard, и в случае, если она уже ложная, то мы просто сюда не попадаем. Мы упираемся в return и уходим с функции не совсем. Теперь еще один пример. Кто-нибудь видит здесь ошибку? Она есть. Ладно, не буду томить. Здесь также опять с блоком if у нас есть проверка на step равное 0. Все нормально в целом, ничего плохого. Потом мы чем-то ее инициализируем, но мы точно ее чем-то инициализируем, кроме нуля, если вдруг она оказалась нулем. И в следующей строке я не пропускал никаких строк, именно скопировал, как есть. У нас опять проверка, на то не случилось что-либо, и step вдруг опять стал нулем. Это бессмысленный код, он только нагромождает. Это, кстати, пример dataflow. Анализатор не просто смотрит на всякие паттерны, вроде там наличия memset в конце функции и прочего, а он именно может анализировать то, каким образом, точнее, какие значения может принимать переменная. Например, здесь, в данном случае, PVA Studio видел, что у нас есть переменная step, которая точно не может равняться нулем. И вот внизу есть сообщение об ошибке, он поругался на тот факт, что… Скажите, пожалуйста, почему вы называете это ошибками? Это же не ошибки. Ну, это не ошибка, это скорее в данном случае, да, недочет. Договорился. Ну, то есть это некоторое предупреждение, о том, что вот код странненький, да? Да, ну, в целом, это очень странный код, потому что step 0 здесь уже точно не может быть равен. Ну, на самом деле, понимаешь, если ты пишешь с концепцией, что у тебя вот есть некий контракт, то, что выполняется потом внутри скобках, ты проверку это засовываешь, это важно, потому что верхний блок может исчезнуть. Мало ли что там потом изменилось. Да, и потом упадет здесь, понимаешь? Каждый блок, он должен некую локально сделать, то есть оно объясняет, что вот это, то, что находится внутри вот этих проверок, оно будет корректно, работать с ним будет корректно, только если выполняется вот это. Что там было до этого? Это, блин, какое-то состояние, в каком-то состоянии это лишняя проверка, но это не является ошибкой. Да, это лишняя проверка, я немного оговорился. Вот. Это был, в общем, пример того, как анализатор может смотреть на значение переменной. DataFlow. Конечно, я посвятил больше времени статическому анализу, чем динамическому, но это не означает, что он хуже. Нет, они идеально сочетаются друг с другом. Да и в целом, использовать статический анализ без динамического зачастую неоправданно, потому что у них разные сферы применения, и именно вместе они позволяют максимально покрыть различные проблемы и странное поведение. Так, например, если динамический анализ хорошо справляется с гонками данных или утечками памяти, то статический анализ может заметить, что у вас есть копипаста в коде и сказать, что здесь что-то не так. Ну, или там различные некорректные взаимодействия с библиотеками, проблем с кроссплатформерностью. Например, вы переносили приложение с 32-битной на 64-битную систему и вместо там с ICT использует какой-нибудь int. И он скажет, мол, это не особо круто. Также он может искать ошибки в повторяющемся коде, где мы, например, скопировали также какую-нибудь математику, какой-нибудь x, y, заменили только x. Вот, и все в этом духе. Ну и также статический анализ покрывает, например, некоторые проблемы из CVE. То есть он, например, если видишь, что у вас мемсет, который обнуляет область памяти и находится в конце функции без обращения к буферу, то он скажет, хей, у тебя тут на релизе будет все выпилено. Вот, но мы рассмотрели некоторые варианты автоматизации этапа тестирования, но это как бы весело, это было локально, в этом большая проблема, потому что это же мы рассмотрим в рамках разработки свободного программного обеспечения, в рамках сообщества. То есть у нас есть много разных энтузиазм, которые что-то делают. И нам нужно это дело как-то автоматизировать не локально, а удаленно. Например, можно использовать CI, непрерывная интеграция. Есть разные решения, например, Travis, это из облачных, уверен, что очень многие с ним знакомы. Ну и различные селхосты, это вроде Jenkins, и GitLab позволяет сделать селхост решение, ну вот подобное. Дальше мы подробнее рассмотрим то, что говорили ранее, на Travis. Он конфигурируется следующим образом, это YAML, где мы указываем, например, в данном случае язык, это CPP, указываем дистрибутив, это Ubuntu Xenial, потом устали необходимый пакет для сборки, кэшируем какую-нибудь директорию, ну и сделаем матрицу. Это небольшой пример, обычно тут YAML пожирнее, побольше, но тут я сделал так. Также потом снизу, вот этот фрагмент, мы конфигурируем различные этапы сборки. Я вынес для удобства все в bash скрипт, который я вызываю из YAML, он хранится в корне проекта. Вот, и вот эти этапы. Насчет этапов. Я выделил здесь самые часто используемые, это перед установкой, вот этот, потом идет установка, имею в виду установка пакетов, потом before script, это перед сборкой, потом script, это сборка, ой, не туда. И потом самое интересное, если у нас сборка не провалилась, то мы заходим в автосаксесс, тут мы можем провести какой-нибудь анализ, например, юнит-тесты запустить, или статический анализ, динамический, ну в общем, что хотим, то и спускаем. Ну и если у нас все провалилось, то есть сборка прошла неуспешно, мы попадаем в секцию автофейла, которую тоже можно сконфигурировать и, например, отправить себе на почту какое-нибудь сообщение, мол, все плохо. Вот. Дальше поподробнее поговорим про автосаксесс, потому что у каждого проекта довольно индивидуальные варианты сборки, говорить об этом бессмысленно в общем плане. Поэтому поговорим про автосаксесс, про ту ситуацию, когда у нас проект, в общем-то, собрался, и мы хотим проверить, что с ним все в порядке. Например, какой-нибудь юнит-тесты мы можем запустить через C-тест, и все будет нормально. То есть тут нет каких-то специфических особенностей для юнит-тестов. Если они провалились, то мы получим код-возврат отличный от нуля, Travis это заметит и пометит коммит как плохой. Там будет крестик около номера коммита в гитхабе, например. Вот. А вот у статического анализа есть некоторая специфика. Если мы хотим сделать полный анализ проекта, зачастую это разумно, то мы просто, например, приветствую вот так. Там без разницы, особенно они похожи все, что cp-check, что остальные, похожи в структуру. Вот. То есть мы запускаем полный анализ и все как бы ничего. Но это очень долго. Если у нас есть здоровый проект, например, вот это дерево проекта pps-spp эмулятора. Вот. Давайте вот этот маленький квадратик рассмотрим. Вот этот сток файлов и мы изменили парочку из них. И вроде как анализировать… Ой. Назад. Назад. Вроде как анализировать все нужно, но нужно ли на самом деле? Мы-то изменили всего пару файлов, там может быть добавили пару блоков if, не более того. А мы опять анализируем весь проект. Это займет ну очень долго, там для pps-spp минут 30-40. Ну как-то не особо здорово. Хотелось бы побыстрее. Поэтому мы можем в принципе запустить анализ именно парочки проектов. Это мы сейчас и сделаем. Вот как Travis вообще видит, например, какой-нибудь pull request. Это особенно важная проблема для pull request. То есть мы имеем две ветки и объявили pull request из условного там коммита b3 к a3. И все бы ничего, да только Travis им адействует с коммитом, который является результатом слияния. Если вы пользовались Travis, то вы, наверное, замечали, что если у нас невозможно автоматическое слияние двух коммитов, а точнее двух веток при pull request, то он вообще ничего не проверяет, не собирает, говорит мол не знаю, что происходит. Вот. Поэтому Travis, он взаимодействует именно с результатом слияния двух веток, которые объявлены как pull request. Поэтому нам нужно получить разницу между локальным состоянием мастера, который мы получаем, ну мастера в смысле, если к мастеру делаем pull request, то есть локальное состояние мастера и head origin master. Ну в общем-то так выглядело до того, как запуск полного анализа. Мы добавили несколько строк. Первый это git div, мы смотрим разницу с head origin, той ветки, в которой находимся, и отправим ее в файл к pull request и подталкиваем ее флагом s на анализ, мол анализирую только эти два файла. Этот подход хороший, но давайте как-то обобщим. Нам нужно сначала, ну то есть собрать проект, если все в порядке по льву в success, то мы что делаем? Мы спрашиваем, это pull request или нет. Если это pull request, тогда мы делаем то, что делали в предыдущем шаге, мы получаем разницу между ветками и запускаем анализ. Ну и в случае необходимости, зависит от анализатора, конвертируем в логи. Если это не pull request, то запускаем полный анализ. Поэтому для того, чтобы реализовать вот такую структуру, мы добавим проверку на, точнее одну проверку. У нас есть переменное окружение, Travis pull request, которое хранит или номер pull request, или значение false, если это не pull request. Этим мы воспользуемся, протолкнем ее сюда. И в случае, если у нас pull request, тогда мы запускаем анализ pull request, то есть находим разницу между коммитами и запускаем список парочек, точнее на анализ парочек файлов, которые нам необходимы, которые были изменены. А если у нас был полный, точнее, если у нас не pull request, то мы запускаем полный анализ. Ну и внизу конкуритируем логи. Вот. Так будет выглядеть… Не видно. Ну, в общем, вот здесь есть крестик. Если мы жмакнем на commit, точнее на pull request и проскроем страницу вниз, то мы увидим предупреждение от Travis, что произошли какие-то проблемы и надо посмотреть, что вообще случилось. Вот. Об итогах. Самое главное вообще в том, что я сказал, точнее самая ключевая мысль, это необходимость автоматизации процесса тестирования в рамках разработки небольших и средних проектов на GitHub. Потому что зачастую именно у них есть проблемы в качестве кода. Хотя, кстати, у CMake тоже есть много странного в коде. Если смотрели, то, наверное, замечали. Вот. И статический анализ это довольно хороший способ как-то автоматизировать этап тестирования без каких-либо затрат времени. Потому что у энтузиастов все-таки также есть личная жизнь и им нужно что-то делать, кроме того, чтобы писать коммиты на GitHub. Вот. Поэтому автоматизация крайне полезная вещь. Ну и, разумеется, если мы автоматизируем, непрерывно, точнее, сделаем непрерывную интеграцию, включим туда и проверку юнит-тестов, то у нас как раз появляется регрессионное тестирование. Также можно включить динамический и статический анализ. Вот. Ну, на этом я закончу. Так, вопросы? Аплодисменты. Так, пока все вспоминают вопросы. Ну, вы вообще понимаете, почему на самом деле статический анализ не так популярен? Ну, кроме цены ПВС-студии, которую они выкатывают, если вы действительно решили у них купить. Дело в том, что количество ложных срабатываний, отношений, количество файлов с позитив, такое, что, в общем-то, встраивать это в continuous integration, то есть блокировать сборку, если там возникает это, нельзя. А если там вообще применять вообще их тоже бездумно, тоже нельзя. Вы же знаете историю про парня, который с помощью Волгринда нашел в ДиБиане место, где почему-то читается неинтересованная память, он это выпилил, это заметили только через два года, и все сертификаты, которые за эти несколько лет выписывались, они были дырявые. Он нашел там место, где энтропия считывалась, 1,3 энтропии про генерации. То есть в любом случае на это все надо внимательно смотреть, тратить свои mental points, time, и только тогда применять. То есть это такое подспорье, которое ни в коем случае нельзя встраивать в автоматические системы проверки. То есть может помочь, но может иметь. Ну, кстати, тут я могу немного поспорить, потому что, да, ложное срабатывание это бич всех анализаторов, и с этим нужно бороться. Но со временем можно помещать заранее предопределенные… То есть анализаторы точно будут ругаться на какой-нибудь условный мемсет внизу функции, который не обращается в буфер обмен, но и пытается занулить. То есть это ошибка CVE, которая говорит, которая гласит, что в компиляции с оптимизацией этот вызов будет выпилен. Если мы умышленно это делаем, ну, условно умышленно, мы можем использовать какой-то комментарий. Например, для того же GCC есть директива Pragma, кажется, ну и там для CP-Check есть тоже формат комментариев, в PWS Studio там тоже есть как-то... Представляете, вот писать код, подкладываясь по 20 кетях, не трогать, не трогать, не трогать, не выпиливать, не обращать внимания, но чувак пройдет следующим написанным синтатическим анализатором и выпилит это все. И это заметить через 3 года, когда все поздно уже будет. Ну, кстати, не совсем так получается, потому что со временем, если довольно большое покрытие кода есть, то анализаторы, ну, условно учатся и понимают, что, например, здесь трогать не надо, вот в эту функцию не лезть и все в этом духе. Зависит, конечно, от типа анализатора. Некоторые дают больше ложных предупреждений, некоторые меньше, но в целом это хороший подход. Что я хотел добавить? Конечно, аннотировать свой код для того, чтобы можно было действительно пользоваться статическим анализатором, это здорово, но поскольку у каждого анализатора более-менее свой язык, что, ну, некоторые анализаторы look-in, то есть мы пишем аннотации для одного, анализаторы не можем нормально пользоваться никаким другим, кроме тех, которые совместимы с этим. Это проблема. А вопрос у меня вот какой. Ну, вы, видимо, пробовали разные. Скажите, как по-вашему, у каких анализаторов лучше сложными срабатываниями, у каких хуже? Ну, это, конечно, практически странно, но я дошел самое меньшее количество сложных срабатываний у PVA Studio и Coverty, кажется, так. Coverty. Да, Coverty. Вот. Они, конечно, проприетарные, но у них действительно самое маленькое количество сложных срабатываний, что у PVA Studio, что вот у второго. Вот. Из открытых, но CP-чек неплох. Вот. Особо так вот. Я бы хотел сказать слово в защиту C-Maker, хоть вы и сказали, что у него есть странности в коде, но мне пришлось относительно долгое время следить за его развитием и в некоторой степени участвовать. Так вот, ну и сами разработчики говорят о том, что код пишется с расчетом на то, что C-Maker будет способен собраться на очень специфичных и очень старых архитектурах. И то, что периодически они делают, обоснованы, вот эти странности обоснованы именно вот этой необходимостью, к сожалению. Проект на самом деле классный. Ну, я не спорю, что C-Maker это отличный проект, я сам им пользуюсь абсолютно всегда. Он мне много раз выручал, но все-таки если качество кода будет лучше, это будет лучше всем. Так, еще вопросы? Тогда, видимо, все, аплодируем. Аплодируем.